На прошлом уроке мы с вами посмотрели основные этапы индустриализации, основные направления индустриализации, цели, итоги, последствия. Сегодняшнее наше занятие посвящено позициям, дискуссиям, какие вопросы развернулись вокруг индустриализации. А развернулись поистине жаркие споры, касающиеся темпов, источников и методов проведения. В дискуссии четко обозначились две основные позиции. Это позиция левых в лове с Троцким, которые требовали поведения сверхиндустриализации за счет крестьянства, и потом эту позицию заимствует Сталин. И вторая позиция – это позиция правых во главе с Бухарином, которая выступала за более мягкие рыночные преобразования индустрии. Помимо выявленных позиций, на сегодняшнем уроке мы ставим и главную проблему нашего урока. Каковы цена, значение индустриального рывка, совершенного в СССР в 30-е годы? И работа с проблемными вопросами у нас будет ближе к концу урока. Вот эти проблемные вопросы здесь перед вами. На сегодняшнем уроке мы будем работать с двумя авторскими текстами. Это позиция Сталина, с которой работают группа 11-го Б-класса, и тьютером у них будет Екатерина Владимировна Капкова, учитель истории и общества знания. И группа Бухарина, 11-й Б-класс, которая будет работать с тьютером, учителем экономики и информатики Любовь Константиновна Панкевич. Сейчас вы получите материалы урока, а именно тексты, с которыми вам предстоит работать. И вот здесь у вас первый этап начинается нашей работы, это работа с авторскими текстами. Ваша задача на первом этапе познакомиться и понять, осмыслить основные линии текста, понять автора, аргументы выявить, которые поддерживают позицию автора, составить схему с пояснением авторской позиции и здесь ее разместить, и объяснить эту авторскую позицию. Получите, пожалуйста. Алгоритм работы у вас на доске, он есть и здесь в ваших документах. На все ваши, на все это ваши дни, 15 минут, пожалуйста, знакомьтесь с текстами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Которая была внутри нашей страны. При этом строилась большая социстическая промышленность и оставались мелкие предприятия. И нужно было это все уравновесить между собой, чтобы была стабильность во внутреннем уровне. Сила легкой промышленности и тяжелой промышленности. Также Бухарин выступает за сохранение НЭПа, но не только даже сохранение, а углубление и улучшение НЭПа. Бухарин еще констатирует факт, что крестьянцы в своей массе неоднородные, то есть есть середняки, бедняки и кулаки, богачи и зажиточные. И поэтому он выступает за поддержку индивидуальных крестьянских хозяйств, потому что это выгодно всем своим крестьянствам. Он также делает ставку на частный интерес, и из этого интереса постепенно, из частного интереса он хочет сделать государственный интерес. То есть постепенно поглощая капиталистические отношения, он хочет сделать социалистические отношения во всей экономике. Также он выступает за развитие арендных отношений, ну так же, как и за индивидуальные крестьянские хозяйства. И Бухарин придерживается в позиции, что надо все-таки умеренными темпами развиваться, потому что быстрые темпы могут переродить перекосы в экономику. Таким образом, средства, которые предлагает Бухарин, они могут поднять производство, поднять уровень жизни за счет поднятия легкой и тяжелой промышленности. Для понимания авторских позиций теперь у нас задача какая? Состоит в том, чтобы прояснить позицию вопросами, которые группа задает по одному вопросу каждой. То есть группа Бухарина задает группе Сталина, группа Сталина задает группе Бухарина. Итак, у нас вопросы на пояснение авторской позиции. Пожалуйста, приступаем. Наш вопрос. На основании данного текста мы хотим задать вопрос по поводу того, как автор пытается решить сельскохозяйственный вопрос, связанный с продовольствием и с зерновой вопросом. Как он видит, что за счет индивидуальности, за счет предоставления свободы к христианству невозможно решить эту проблему. Поэтому он собирается как раз поднять колхозы и совхозы. И за счет этого он считает, что нужно решить сельскохозяйственную проблему. Я, наверное, в этом смысле хочу сказать, как бы на наш взгляд этот ответ был правильный. Как вы должны приобрететься. На наш взгляд, как Сталин был в первую очередь направлен на улучшение тяжелой промышленности и вообще промышленности, то он хотел вопрос тем, что сначала, когда сельскохозяйство бы упало, он бы предоставил за счет поднявшейся промышленности мутанки. Ну что ж, я так понимаю, что мы прояснили позиции, оточнили кредиты, давайте мы будем их критиковать. Итак, сейчас два вопроса, два, давайте поговорим, два вопроса. Мы с вами закончили критику позиции, и в ходе обсуждения этих авторских позиций, мы установили, что они во многом противоположны. Я согласна? Да, я согласна. Теперь нам нужно выяснить, по каким основаниям. По каким основаниям авторы этих двух позиций не могут друг с другом согласиться. Нашли ли вы в текстах, и можете ли вы сейчас мне, в общем-то, сказать, о каких основаниях здесь идет речь? Вот группа Сталина может сказать, по каким основаниям? Темпы. Отношения к НЭПу еще. Экономические привычки. Отношения к кристианству. Темпы. 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 Это у нас должна привести к чему? Социализм. Социализм. Здесь мы напишем социализм. Здесь мы тоже напишем социализм. Да? Так. Ну а что же у нас здесь? Давайте посмотрим вот те основания, которые должны здесь у нас проясниться. Так. Что? Что первое, да? Давайте источники у нас первое пойдет. Источники. По этому основанию у нас как бы есть различия, да? Что потом у нас еще идет? Темпы. Темпы у нас, да? Темпы у нас идут. Что потом? Отношение к НЭБУ. Отношение к НЭБУ у нас идет, да? Так. Еще какие у нас связи? Так. Ну, давайте возьмем экономические принципы все вот это, да? Как бы подытожим и поставим здесь экономические принципы. Ну и еще что у нас? Общее, если подытоживая, что? Характер экономики. вы вы или вы здесь основанию для конфликта в этих позициях то есть источники темпы значит темпы догнать перегнать провести индустриализацию далее что у нас отношение к нэпу но отказ от нэпа потому что экономические принципы ну как характер снижение потребления снижение вот по этим основаниям группы сталина представили свою позицию частный интерес со стороны сталина если мы здесь посмотрим на позиции какое государство хотел построить какое государство у нас строит слабое но человечное то есть мы смотрим что государство слабое но в этом государстве у нас интерес какой человеческий частный интерес то есть получается что здесь сильное государство но а что же отношение к человеку какое ущерб человек ущерб человек на что же мы видим здесь а здесь тогда что же есть для человека для человека для человека для человека так давайте теперь посмотрим а каков же наш главный вопрос занятия который мы ставили в начале какой главный вопрос занятия какова цена да какова цена сначала мы это посмотрим цена рывка вот сильное государство что какая позиция возобладала мы с вами ледяная какая позиции стали то есть мы построили какое государство сильное государство а где живут это составляющие точка зрения и точка зрения они взаимовысключающие то есть какой-то баланс найти конечно возможно но при этом государство будет не то и не то если будет ни силы чтобы противостоять внешним врагам ни внутренней какой-то стабильности внутренней сбалансированности уважение к людям сильного я считаю что тот ход истории который мы наблюдали силы создания сильного государства все-таки он был в тот момент наилу гены которые были бы хороши для европейских стран они может быть для россии неприемлемы может быть русский народ он только вот такими методами может собраться и выиграть эту валюту вот а может быть как бы в других странах это было бы возможно но и в россии потому что государство сталин развивал сильное государство но для чего оно тогда нужно если государство и цель государства это обеспечиваться этим граждан зачем он тогда нужно сильное государство если она не обеспечивает граждан можно ответить с нашим сегодняшним днем потому что у нас сейчас вот в заявлениях наших руководителей государства изучит темы реиндустриализации и модернизации поэтому наверняка это тема очень актуальна сейчас и как бы перебрасывая выпусков из дня тридцатых годов в день сегодняшний скажите пожалуйста ну вот есть позиция с его определенными какими-то направлениями есть позиция бухарина хорошо а если мы попробуем решить проблемы сегодняшнего дня теми методами какие были в то время как сейчас правильное развитие страны современный период мы отходим сейчас от 30-х годов мы переносимся в нашу сегодняшнюю действительность каковы основные задачи которые перед разве перед нашим государством смысле развития производительных сил какие критерии должны быть положены в развитии производительных сил опять же мы видим сильное государство благополучие граждан частный интерес и как были бы реализованы позиции авторов возле мы занятие какое новое содержание вы сегодня получили что но узнали будут ли вас волновать эти вопросы будущего становитесь ли сегодня на теме индустриализации или же постарайтесь ее в другом каком-то контексте свой предполагаемый путь развития который мог бы быть в те годы в ссср и считаю очень важно так себя сравнивать искать что-то положительное какие-то для того чтобы будущее было лучше надо учесть ошибки прошлого я считаю что такие уроки нам помогают хорошо